Одно из главных исторических наследий в Украине – это ее европейское направление развития. Цивилизационным выбором для нее стало принятие христианства как монорелигии еще в 988 году. Именно оно способствовало дальнейшему подъему культуры, образования, дало толчок развитию кириллической письменности. Древняя Русь тогда присоединилась к общеевропейскому культурно-религиозному пространству. И этот вектор продолжился в дальнейшие периоды. В этом отличие от российской политической культуры, которая на самом деле зародилась в рамках Золотой Орды и позаимствовала практики, подходы и культуру именно ордынского типа. И это отличие прослеживается все эти столетия в отношениях Украины и России и в их политике. Именно до монгольского нашествия в XIII веке Русью в широком значении называлась вся территория, на которой признавали превосходство киевских князей. А в узком значении – земли Среднего Поднепровья вокруг Киева. А вот земли на Северном Востоке, где позже сформировалось Московское княжество, в то время называли Залесьем. Тогда это были малонаселенные просторы, которые только начинали колонизировать русичи русины. И только когда эти территории вошли в состав Золотой Орды, сформировались московиты – славяноязычное население периферии монгольского государства, перенявшее его культуру. Эксперты подчеркивают, то, что Россия называет себя правоприемницей Руси, является откровенной ложью и искажением истории, которые активно используются в российской пропаганде. Российская империя появилась на картах, была официально провозглашена позже, только в 1721 году. До этого территории, относящиеся к современной России, назывались Московией, Татарией и так далее. Но аж никак не Русью. А правоприемницей именно Киевской Руси были нынешние украинские территории. И это признавалось всеми в Европе. Жители этих земель называли русинами. Когда в Российской Федерации кто-то посягает на 28 июля и говорит, что это день крещения всей Руси, ничего подобного. В то время, когда Киев крестился, Москвы еще даже не существовало. На той территории жили язычники. Это еще один аргумент в пользу того, что российские оккупанты не имеют право на украинскую средневековую историю. По словам экспертов, в Москве десятилетиями переписывали историю, пытаясь утвердить российский империализм. Но им не удастся перечеркнуть и спрятать тысячелетнее наследие украинской государственности. Когда мы говорим об истории Украины, следует упоминать о тех вещах, которых не было на московских территориях. В том числе, к примеру, о традициях магдебургского права, традициях братства, на основании которых формировались образовательные учреждения. Они отличают нас от авторитарных традиций, которые закрепились в московском государстве и чувствуются до сих пор. Наталья Волошина. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.